Алтайская. Кто же приехал? Мне говорят, да и Лена Гладыщук. Она вот уже организовала тут. Кто-то что-то делает. Кто-то что-то полит. Кто-то что-то делает. Что? Не ожидали. Не ожидали, конечно. Мы недавно картошку-то протяпали. Смотри, как заросла опять. Да главное, хрен-то какой вырос. Его не было ни одного листика. Меньше, чем две недели назад. А я в окошко увидел, думаю, как это так? Откуда у нас сестры с косами появились? С косами. Пошел проведать, качаются там неправильно. Ребятишек раскачал и к вам. Ну ладно. Потом придете, знакомиться будем. Не буду мешать вам. Главное вот это, эти листья-то большие, как-то их порубить потом. Какие? Ну, хрен-то он не нужен. Можно, да? Как, как? Обязательно даже убирать его. Под самый корень рубите его, как можно глубже. А мы его бережем? Никак. Никак, никак. Тут его море. Вон, смотри, что тут делается. Он задушил все. В дребезги разносите его. Ну, дождик подойдет, вы убежите тогда. Звонит незнакомый человек. Сын заболел коронавирусом, в тяжелом состоянии. Просим помолиться. Ну, помолились. А он выздоровел. Так они не знают, как отблагодарить. Привезли улей, пчел. Посмотри, вон. Вон. Приехали, батюшка говорит, да у нас тут никто не будет ухаживать некогда. Матушка болеет. Нет, мы решили. Ну, и вот. Все только не бывает. Все, свой мед у вас теперь будет. Хорошо. Это не надо убирать. Вот где срубили, там и пусть лежит. Она, наоборот, влагу сохраняет. Как покрывала. Так. Кто же у меня тут работает-то? А Оленька тут. Ну, ладно. Только вот эту надо всю вырубать ее. Я не знала. Ты можешь взять нож и ножом вырезать. Ножом раз и. Ладно, тогда давайте. Колокол ударит, тогда обедать. Хорошо.